Вспышки многих инфекций, даже единичные эпизоды их появления, это закономерное явление. Для каждой болезни характерна сезонность проявления, поэтому в наше время можно спрогнозировать развитие многих из них. Но есть заболевания с многочисленными вариантами течения, со стертой клинической картины, которые нередко заканчиваются носительством. Именно к таким и относится менингококковая инфекция. С вами программа «Школа детского здоровья». Чем опасны заболевания, кроме поражения головного мозга? Что такое менингококковая инфекция? Какие есть варианты заболевания? Какие на сегодня существуют меры профилактики и лечения? Эту тему сегодня со мной в нашей студии пришли обсудить Анна и Жанна и наши дети Варя, Яна и Жанночка. Здравствуйте! Здравствуйте, Владислава Витальевна! Здравствуйте! И начнем мы со справочной информации о возбудителе заболевания, причинах и способах заражения. Полностью биологи и врачи изучили микроорганизм и его влияние на человека только в 20-м столетии, а до этого ошибочно полагали, что менингокок вызывает лишь поражение оболочек головного мозга. Бактерия, возбудитель менингококковой инфекции, при осмотре в микроскоп имеет вид кофейного зерна. Пик заболеваемости менингококковой инфекции приходится с февраля по апрель, но единичные случаи могут встречаться в течение всего года. Источник инфекции – больной человек и бактерионоситель. Резервуаром для размножения бактерий может быть только человек, заражение от домашних животных исключено. От человека к человеку инфекция передается воздушно-капельным путем во время чихания, кашля или, например, громкого крика. Восприимчивость к микроорганизму всеобщая. Бактерионосителей в мире больше, чем больных людей, и они за один и тот же промежуток времени заражают в 6 раз больше окружающих. Менингококк крайне неустойчив к внешней среде. Под воздействием солнечных лучей погибает за несколько часов. Температура в 50 градусов по Цельсию убивает микроорганизм за 5 минут. В 100 – практически мгновенно. При замораживании для гибели возбудителя достаточно 2 часов при минус 10 по Цельсию. Кроме этого, возбудитель менингококковой инфекции крайне чувствителен ко всем дезинфектантам. Если микроорганизм так неустойчив к окружающей среде, почему он до сих пор не побежден? Инфекция передается от человека к человеку. И основным источником инфекции являются носители менингококковой инфекции. А носительство они себя никак не проявляют. То есть нет никаких клинических проявлений. Вторая проблема, что чаще всего менингококковую инфекцию мы видим в виде менингококкового ринофарингита. То есть это обычно насморк, боль в горле. Вы даже не можете заподозрить, что у вашего ребенка или у окружающих людей есть такая инфекция. Она вызывается именно менингококком. В основном, конечно, болеют дети до 5 лет. Но источником для таких детей, конечно, являются взрослые большей частью, которые находятся в организованных коллективах. Это общежития, это какие-то учебные заведения, те же самые университеты. Очень часто менингококковая инфекция проходит под маской вирусных инфекций. И сезонность менингококковой инфекции вирусной совпадает. Это обычно осень, зима, весна, то есть холодное время года. И мы думаем, что у человека, вот у этого взрослого, у ребенка обыкновенная вирусная инфекция, на самом деле у него менингококковый ринофарингит. И, как всегда, мы решили поинтересоваться, знают ли родители, как протекает заболевание при менингококковой инфекции. Знаете ли вы, что такое менингококковая инфекция и как она проявляется? Вообще без понятия. Не знаю. Никогда не интересовалась даже и не сталкивалась в своей жизни. Ой, нет, не знаю. Нет, к сожалению. Это инфекционное заболевание. Ну, знакомое, но как проявляется, не подскажу, не знаю. По-моему, это воспаление головного мозга. Головные боли присутствуют, напряжение затылочных мышц. Судороги. То есть врач, когда приходит, он там просит голову наклонить. Если есть судороги, там, в руках, ногах, значит, может быть подозрение на менингит. И, по-моему, какая-то сыпь еще должна быть. Температура высокая, голова болит, пятна по телу – это вообще характерный признак. Вот. И светобоязнь, если ребенок прям хочет под одеяло залезть. Надо немедленно скоро обращаться. Так как же все-таки может проявляться менингококковая инфекция? Само заболевание, любое инфекционное заболевание так состоит, но и в частности менингококковая инфекция из трех периодов. Это инкубационный период клинических проявлений и период разрешения заболеваний. Это тема у нас идет выздоровления. Инкубационный период менингококковой инфекции длится где-то в течение 10 дней. Ну а длительность самого заболевания, конечно, зависит от тяжести заболевания. Средней тяжести, но у вас или тяжелой. Поэтому все это очень индивидуально. Но вы должны помнить, что после контакта с бактерионосителем или с человеком, у которого менингококковый ринофарингит, через 10 дней может начаться заболевание у вашего ребенка. Но теперь пришло время узнать, что знают об этой болезни наши дети. Менингоккин Меня не любит, это такая страшная болезнь, когда поражается головной и спиной мозг. Рука будет плохо работать, нога. Еще сразу надо к психиатру идти. Она начинается, если ты будешь ходить долго на холоде без шапки. Болит голова, пропадает аппетит, температура 3 дня держится. Будет плохой сон, появляется сыпь, похожая на звёзды. Признаки этого менингида, когда им можно заразиться воздушно-капельным путём. Это когда мы кашляем, плачем. Владислава Витальевна, подскажите, пожалуйста, как можно отличить менингококковый ренофаренгит от обычного ренофаренгита? Менингококковый ренофаренгит очень напоминает обычный вирусный. Повышается температура 38, это заложенность, это насморк, боль в горле, как при обычном фаренгите. Это слабость, усталость, вялость. Ну, может быть, ещё где-то боль в височной или теменной областях. Конечно, вам самим очень сложно решить, вот это всё-таки менингококковый ренофаренгит или это обычные какие-то проявления вирусной инфекции. На самом деле, это обычный менингококковый ренофаренгит не так страшен. Страшно, когда присоединяются осложнения. И в основном-то все проблемы начинаются с ребёнком, когда присоединяются осложнения в виде уже поражения мозговых оболочек, головного мозга. Развиваются менингиты, менингоэнцефалиты или пневмонии. Именно тогда. Владислава Витальевна, расскажите поподробнее, что такое бактерионосительство и чем оно опасно. Бактерионосительство относится к лёгким формам проявления менингококковой инфекции. Для самого человека, который является носителем менингококка, оно не опасно, но опасно для окружающих. Бактерионоситель является основным источником инфекции, в частности, менингококковой. Чаще всего бактерионосителями являются взрослые, дети, конечно, являются реже. Где-то 70-80% вот именно, если брать всю популяцию, взрослое население детское является именно бактерионосителями. Если взять новорождённых, которых выписывают из роддома, то там могут заразить такого ребёнка, эти бабушки, дедушки, тёти, дяди, родственники, которые приходят смотреть новорождённого. Владислава Витальевна, расскажите поподробнее, как это заболевание протекает у ребёнка. С этим вопросом мы обратимся к нашему эксперту, врачу-детскому инфекционисту, доктору медицинских наук, профессору Альвине Васильевне Гордеец. Менингококковая инфекция у детей достаточно тяжёлые заболевания. Конечно, есть и лёгкие формы, относительно лёгкие, например, суставная, глазная, всё это относительно, но есть две формы, крайне тяжёлые. Это менингококковый менингит и менингококцемия. Менингококковый менингит – это гнойное воспаление мозговых оболочек, поэтому заболевание начинается остро, и на мозговых оболочках появляется гнойная шапка, температура высокая, рвота, тошнота, судороги и потеря сознания. Крайне тяжёлая форма. Вторая форма – менингококцемия или менингококковый сепсис. Поражаются все органы и системы, и самое главное – поражаются надпочечники, и, соответственно, конечно, развивается инфекционно-токсический шок, клиника инфекционно-токсического шока. У ребёнка поднимается температура высокая, появляются симптомы интоксикации, затем температура как бы снижается, и родители довольны, но температура падает, давление падает, ребёнок покрывается холодным потом, и бессознательное состояние, судороги, инфекционно-токсический шок. Вот этим и опасны эти две формы инфекции, которые, к сожалению, наиболее часто и встречаются по сравнению с другими формами, которые я отметила. Очень важна ранняя диагностика, но ранняя диагностика трудна, потому что заболевание выявляется во время эпидемии гриппа, и этот гриппозный вирус провоцирует менингококк, он активизируется, и как раз и возникают эти заболевания. Теперь грипп начинается, высокая температура интоксикация, менингококковая инфекция мы видим точно такая же клиническая картина. Ребёнка оставляет дома, думает, что грипп, а ребёнок погибает. Вот этим как раз и выявляется опасность этого заболевания. На что можно обратить внимание? Менингококковая инфекция начинается остро так же, как гриппозная. При гриппе температура утром 37,5, нарастает симптомы интоксикации, в обед 38, вечером 39, 40. Менингококковая инфекция ребёнок бегает и прыгает утром, в 2 часа дня температура 40. В большинстве случаев вот это начало надо чётко отслеживать, для того, чтобы отдифференцировать. Кроме того, при менингов, как цемии, как правило, сып появляется. Она звёздчатая, она геморрагическая, её надо смотреть, искать. Она на нижней части туловища и на конечностях. И поэтому это тоже помогает дифференциальной диагностике. Владислава Витальевна, какие бывают последствия осложнения менингококковой инфекции? Если уже затрагивается кора головного мозга, вещество головного мозга, то могут быть, конечно, осложнения. Это может быть и нарушение психики, и нарушение поведения, затем психического ребёнка, различные параличи, паразы, повышение внутричерепного давления. Владислава Витальевна, существует какая-то возможность защитить своего ребёнка от менингококковой инфекции? На сегодня одним из самых эффективных методов защиты ребёнка от этой инфекции, конечно, является вакцинация. Обязательно, конечно, должна быть эта приивка для детей, посещающих детские дошкольные учреждения, потому что это является основным источником инфекции. Кроме этого, это должны быть, конечно, люди, у которых есть проблемы с иммунитетом, с иммунодефицитом. Это взрослые люди или подростки, тоже дети, которые проживают, например, в общежитии, в каком-то организованном коллективе. Кроме того, значит, ещё одним из показаний является вакцинация детей в детском дошкольном учреждении или в школе, когда там выявился очаг этой инфекции. То есть есть и ребёнок, который заболел менингококковой инфекцией. Да, если ваш ребёнок, вот именно у вашего ребёнка после вакцинации есть какие-то постприивочные реакции на приивку, именно на менингококковой, в виде там слабости, вялости, повышения температуры, какой-то небольшой сыпи, именно вот вашему ребёнку была необходима эта вакцинация, потому что он может быть восприимчив именно к самому возбудителю, и у этого ребёнка может развиться болезнь. Если у ребёнка есть, он носитель, например, менингококковой инфекции, то это не является противопоказанием для вакцинации. А какие существуют вакцины против менингококковой инфекции? Вакцины очень много, некоторые из них зарегистрированы и в нашей стране. Это и двухвалентные, трёхвалентные, четырёхвалентные. Правильно прививаться четырёхвалентные вакцины, которые содержат антигены к четырём сиротипам менингокока. Это сиротипы группы А, С, Y и W-135. Это основные возбудители менингококковой инфекции. То есть с 9 месяцев до 23 месяцев дети прививаются двухкратно с интервалом в 3 месяца. Если ребёнок старше 2 лет, то он прививается однократно. Иммунная защита возникает уже где-то через 10 дней. И в данном случае повторной вакцинации для детей старше 2 лет не требуется. Вакцина от менингококковой инфекции входит в национальный календарь прививок, но обязательно не является. Потому что если она будет обязательной, то значит государство взяло на себя ответственность за ваших детей. Она обязана прививать ребёнка бесплатно. Поэтому вы можете, в общем-то, своего ребёнка привить платно в любом медицинском учреждении, где есть такая вакцина. А если всё же она есть и её ещё раз делали, это не вредно будет? Ну, хуже-то не будет. Просто у вас будет больше защиты от этого менингококковой инфекции. Ещё лучше. Хотя экспериментировать не стоит. Спасибо большое, Владислава Витальевна, очень важная информация. Спасибо большое, Владислава Витальевна. И вам спасибо за то, что пришли. И нашим детям спасибо. Выбор в пользу прививки от менингита ребёнку всегда остаётся за родителями. Необходимо тщательно взвесить все аргументы, оценить ситуацию с позиции пользы и риска и принимать решения, исходя из состояния здоровья ребёнка и условий, в которых он находится. С вами была программа «Школа детского здоровья». Не болейте!